Программа выходит в эфир при поддержке Ветского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРА-7. Масленица в заповеднике сказок. Три часа удовольствия в лучших традициях. Любимые герои русских сказок и былин. Взятие снежной крепости, ремесленный мастер-класс, чай с блинами, масленичные аттракционы и катание с гор на ватрушках. Сжигание соломенного чучела. Успей выбрать лучшую дату. Центр активного отдыха «Летучий корабль» 255-888. Пульты, шнуры, батарейки, аккумуляторы, запчасти и аксессуары для сотовых телефонов. Электронные конструкторы, паяльное оборудование, измерительные приборы, светодиодная продукция. Все это и многое другое. Отличного качества, по хорошим ценам в магазине «Алми». По адресу ТРЦ Максимум. Пролетарская 15. Телефон 37 38 27. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики и девочки. Здравствуйте, уважаемые папы, мамы, бабушки и дедушки. Воскресное утро, и мы начинаем нашу недельную познавательную программу «Открывашка» здесь, на Эхе Москвы в Кирове. Меня зовут Николай Голиков, и я вам напомню, все то, что происходит на студии, вы можете также видеть на экранах своих мониторов, гаджетов, компьютеров и так далее. Да, можете нас поприветствовать. Для этого нужно просто зайти на сайт «Эхо Кирова.ру» и перейти по вкладке. Там такая вкладочка справа есть, называется «Веб-камера в студии». Также вы можете позвонить нам в студию по номеру 211-101. Номер нужно запомнить, потому что он вам сегодня очень пригодится. Кроме того, можете написать там смс-очку, отправить ее по номеру 8-909-720-101 и 0. Да? Я правильно сказал. Вот. Сегодня программу мне вести помогают наши уже опытные ведущие. Это у нас Соня Занько. Привет. Привет. Это Федя Рычков. Здравствуйте. И Миша Голиков. Привет. Так что, ребят, вы уже опытные ведущие, я сегодня дебютирую, так что, если что, помогайте мне, чтобы все было хорошо. Как всегда у вас, наши юные слушатели, есть прекрасная возможность сегодня выиграть призы. Да? Поэтому располагайтесь поудобнее у своих радиоприемников и приготовьте ваши телефоны. Тема нашей сегодняшней программы – авиамоделирование. И мы будем говорить о покорении человеком неба и о авиамоделировании, конечно же, тоже. И в гостях у нас сегодня Николай Николаевич Курицын, преподаватель технического клуба «Родина городской станции юных техников». Добрый день, Николай Николаевич. Добрый день. Вот. Но начнем с того, что, ребят, какие у нас сегодня призы будут? У нас сегодня есть детская энциклопедия «Древний Рим», книга «Мэйзи Хитчез», приключения девочки-детектива, секрет пролитых чернил, книга «Щенок эльфи» или «Не хочу быть один», это моя любимая, большая книга для мальчиков, книга «Что делать, если», билеты в Киевиномакс и набор для опытов самолеты. Вот эта коробочка такая, да? Вот. И у нас даже есть, если кто-то нас смотрит хорошо, вот видите, да, то, что в этой коробочке, Миша, покажи. Вот. Миша собрал эту штучку, да, вот получилась такая штуковина. Как она работает? Надувается шарик. А ты покажи. Вот. И еще надувает огромный желтый шарик. Огромный желтый шарик, только не лопни его. Вот. Сделайте дорожку для самолетика. Ого, взлетно-посадочная полоса получилась. И отпускает. Слушай, звук в эфире, как при взлете настоящего самолета почти, да? Миша, он вообще летает? Принцип реактивного движения. Он не очень летает. Ну ничего, в наборе есть трамплин, может прыгать. Нет, он прыгает не больше, чем на дециметр. Это уже много. Нет. Сантиметров. Хоть что-то. Николай Николаевич, у вас в кружке реактивные самолеты делают? Реактивные самолеты? Нет, мы реактивные самолеты не... А, у нас пневматические есть. Это как? А это тоже делается из бумаги. Ребята накручивают трубочку. И затем модель самолета имеет тоже трубку картонную, крылья. И одна трубка вставляется в другую. Затем дуешь, и она летит. Принцип пневматического. Тоже самое. Это сам по инерции. Ну, модель летит где-то порядка 5-8 метров. В длину, да? В длину, да? А, ну целью надо? Мы между ребятами проводим соревнования. Значит, кто дальше, как мы называем, кто дальше плюнет. Потому что чем синее дунешь, тем она дальше летит. Ну, естественно, регулируешь ее, это самое, полет по прямой, там, чтобы она именно кратчайшим путем летела. И затем также балансировка грузиками, чтобы устойчивость была самолетов в этом самом. То есть здесь уже переплетается и именно теория движения самолетов. Ну, и со своими физическими данными. То есть каждый подстраивает модель. То есть дыхалка зато у людей становится. Совершенно верно. Ну, получается, грудь эта самая большая. Плечи широкие. Плечи широкие. И щеки шире ушей. А что для ребят еще надо, чтобы это самое... Кстати, ребят, что-то у нас слушатели, чтобы не заскучали, может, спросим их о чем-нибудь? Давайте. Давайте. Кто начнет? Федя, начинай. Не знаю, что знать. Ну, допустим, в каком году был изобретен первый воздушный шар, то есть самый первый аппарат? В каком году был сделан первый воздушный шар, который взлетел, да? Вообще в мире во всем. Да. Хорошо, отлично. Федя, вопрос задан. Будем ждать звонков. А большей частью в кружке у вас что делают? Ну, у нас, я представляю городскую станцию, значит, у нас запись, ребят, идет, мы с третьего класса принимаем. То есть идет обработка металла, материалов различных. Ну, в основном в авиамоделизме используются бумага, картон, древесина, мелкие речки и различные пластики, пенопласты, различные пленки и так далее. И модели ребята начинают делать, вырезают по специальным лекалам, по шаблонам элементы самолета модели будущей. Затем ее собирают, склеивают. И последний, завершающий этап, это запуски. А запускаете где? А запускать можно в помещении, в комнате, в коридоре, где-то там, в спортивном зале. А какая-то специальная такая площадка, типа такого своего аэродрома у вас есть? Ну, мы обычно, ребята, и ориентируем таким образом, что это можно запускать во дворе, когда погода позволяет. Площадка вплоть до элементарная. Волейбольная, баскетбольная, футбольная. Главное, чтобы не было никаких мешающих факторов. Звонок на звонок. Извините, у нас просто раздался звонок, и сейчас нам кто-то расскажет, когда появился первый воздушный шар. Кто примет звоночек? Соня. Ну, вперед. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Сева. Сколько тебе лет? Одиннадцать. А из какой ты школы? Из восемнадцатой. Ты, например, ел блины на масленицу? И сколько? Еще не ел. Хорошо. Не начал еще? Ну, тогда пожелаем ему, чтобы он сегодня их обязательно съел. Сегодня масленица у нас. Так, давай, отвечай на вопрос. Первый воздушный шар будет заведен в 1483 году. Это правильный ответ. Ответ правильный? Да. Ну что же. Что ты хочешь? Книги, билеты или набор для создания самолета? Набор для создания самолета. Хорошо, ты его получишь. Ну, Севолод, самый умный ответ. Прекрасная коробка, очень красивая. Тем более, что мы показали, как все это летает. Николай Николаевич, а можно посмотреть вот эти штучки, которые вы принесли? Ну, я принес... Это вот как называется она? Это модель вертолета. Простейшая. Состоит из фюзеляжа, реечка сосновая. Лопасти сделаны из пенопласта. Пенопласт мы берем упаковочный. Обычный для радиоэлектроники вот этот вот упаковочный. Ну, который упаковывает и все. Да, да, да. Мы его только нарезаем тоненькими пластинами. Порядка полтора-два миллиметра. Склеиваем на клей ПВА. И затем определенным образом собираем. Двигателем является небольшой кусочек резинки. Вот. Ну, резина различная, из которой продается в различных магазинах спортивных. Сечением 1 на 1 миллиметр. Плоская резина бывает 1 на 3. Круглая резина различного сечения тоже миллиметра, 2 миллиметра и так далее. И вот такая моделька собирается. Вот, вот, вот. А сейчас мы будем смотреть, как она у нас полетит. И затем она вот вставляется. Ой! Слушайте, она летает как стрекоза, а не как вертолет. В общем, ребята обычно делают, запускают. Аж повизгивают от удовольствия. Да мы сейчас тоже тут завизжим, если вы еще раз ее запустите. Можно запускать. Ну, естественно, в помещениях, где лишь бы только потолок повыше. А летом они чудесно летают на открытой субботе. Они высоко летают? Ну, поднимаются где-то порядка 10-15 метров. Это как пятиэтажный дом? Да. Ух ты! Мы вот даже вот около клуба запускаем. У нас очень много моделей там и на крыше осталось. Ну, обычно это запускается в тихую погоду, потому что сильный ветер, это самое, просто их сносит, потому что вес очень легкий. Ну, она легкая. То есть, получается, так ведь вы все делаете буквально из подручных материалов? Все из подручных материалов. Это все можно, в общем-то, если знать, как это сделать, научиться, это можно делать просто дома. Да, ну, мы, естественно, показываем, объясняем, как это самое. И ребята с интересом, значит, вырезают все это, склеивают. Ну, получается, естественно, по-разному, потому что тут факторов очень много. Кто-то, значит, это небрежно вырезал, но, естественно, небрежно вырезал. Ну, это, по-моему, как в любой работе, наверное, да? Так это везде. Это надо просто постараться. Так, ребят, я думаю, надо все-таки немножко... То есть, развивает аккуратность. Извините, Николай Николаевич, мы сейчас немножко оживим людей, чтобы они снова там думали и отвечали на наши вопросы, а потом продолжим наш разговор. Так, кто второй вопрос задаст? Михаил. Ага, тебе слово. Вопрос. Назовите самый большой самолет в мире. Как называется самый большой самолет в мире? Вопрос от Михаила Голикова. Как называется самый большой самолет в мире? Он военный или он... Ну, или пассажирский, или грузовой. Да, пассажирский грузовой. Хорошо, грузовой самый большой, я так понимаю, наверное. Ну, нет. Николай Николаевич, это вот самая такая простая моделька была, да? А вот там уже похоже на настоящие самолеты. Ну, вот здесь уже более сложная модель, это ребята уже делают... А вот они делаются по какой-то вот определённой модели самолёта, вот реального, или это вот такие специальные модели для... Это у нас, ну, будем так говорить, это модели для... Звонок. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, давай хоть договорим, потом звонок примем. Это вот просто специальная модель, чтобы вот её делать, да, самому, чтобы... Да, 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 да. То есть у нас разработаны шаблончики, есть это приспособление различное, и ребята делают, вот, по образцу они это самое собирают, склеивают, Ну, и затем, естественно, запускают. 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 Так, ну что, у нас есть звонок, Михаил, принимай, ты спрашивал, ты говори. Привет. Привет. Как тебя зовут? Саэли. Где ты учишься? В Вятской гуманитарной гимназии. На какие оценки ты учишься? На четвёрке и четвёрке. На четвёрке и четвёрке. Сколько блинов ты съел? Ага, сегодня все про блины. Десять. Десять, а большие были? Большие были. Круглые или квадратные? Круглые. Ясно. Ну что, Саэли? Ответ? Ближе к делу. Ан-225. А как он ещё называется? У него ещё есть имя, собственно, очень красивое. Не помнишь? Ну что, Миша, зачтём ответ? Да, правильный ответ. Правильный ответ. А как он ещё называется? Мрия или мечта. Мрия или мечта, да. Мрия – это по-украински. По-украински мечта, потому что бюро антоновское осталось там. Ты хочешь книги или билет? Билет. Билет в Киномакс, ты его получишь. Хорошо. Билет в Киномакс? Всё, Савелий выбрал. Спасибо большое. Ага. Миша, а вот смотри, здесь вот у нас сегодня такой представитель профессионального авиамидолирования, да? А вот ты сегодня принёс так много всяких этих вот самолётиков. Они у тебя такие вот не похожи на то, что делают в настоящем кружке. Как ты их делаешь? Скручиваю бумагу в трубочку, склеиваю клеем ПВА. Вырезаю крылья из картона. А ты их вырезаешь по какому-то чертежу специальному? Нет. Складываю и вырезаю. А как ты узнаешь, полетит твой самолёт с такими крыльями или нет? Ну, это уже как получится. А у тебя часто они не летают? Нет, очень редко. Очень редко, да. То есть у тебя вот на такой самолёт требуется что, бумага, ещё что? Бумага, картон, клей ПВА и кусок газеты. А кусок газеты зачем? Для крепления крыльев. Ты как-то крепишь... Ага, сейчас видно. Да, вон там наклеены. Такая система. А это что у тебя такое? Это двигатели. Это двигатели? Да. Очень много. Не лень тебе столько двигателей лепить? Нет. А он летает? Да. Не в меня. Не в меня, я поймаю. Ты поймаешь? Да. Ну, лови. Опа! Отлично. Слушай, правда летают. Почему я тут так близко и сижу? А вот у вас в кружке, например, вот вы занимаетесь там руками, а вот саму историю, как бы вот воздухоплавания, там, какую-то теорию воздухоплавания, то есть как самолёты летают, кто их придумал, всё это изучаете с ребятами? Ну, это естественный вопрос, потому что и ребята задают вопросы, у них само собой возникает это самое стремление познать, а как это было, как это начиналось. Вот, они естественно вопросы задают. Я их иногда спрашиваю, вы в школе-то ребята изучаете это воздухоплавание? Да, мы изучаем. Ну, естественно, из них это самое. Ну-ка, расскажи что-нибудь. А вот, Николай Михайлович, а вот задайте прямо сейчас слушателям вопрос в эфире. Ну, вот, какой вопрос я хотел бы задать? Ну, вот из истории давайте авиамоделизма. Вот, какая самая лёгкая древесина используется в авиамоделях для изготовления различных моделей самолётов? То есть какую древесину самую лёгкую, да, для того, чтобы самолёты легче летали? Хорошо, вопрос понял, ребята, готовьтесь. А у меня вопрос к моим соведущим. А вы сами-то на самолётах летаете? Да. Нет. Федя летал? Да. Летал на каком? На пассажирском. А название его не помнишь? Нет. Боинг, наверное, 37-й. Какой 37-й? Ну, Боинг 737-й, да? 37-й, это Боинг, наверное, летал очень давно. Соня, а ты? Я тоже на пассажирских я название не запонимая. Ага, то есть главное, чтобы летел, да? Главное, чтобы летел, чтобы довёлся за цель и назначение. Ну, на больших самолётах-то пассажирских летала, да? Ну, и на маленьких. А на маленьких на каких тоже вот? А вот на таких, на наших самых, которые у нас над городом летают? Ан-2. Да, Ан-2. Пробовала? Нет. С парашютом не прыгала ещё? Нет, спасибо. Так, ну что? Кто будет принимать звонок? Софья, хорошо. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Миша. Сколько тебе лет? 14. А ты из какой школы? Из 37-й. Хорошо. Про блины спроси. Про блины все спрашивают. Ну ладно, ты ел блины на масленицу? Нет ещё. Нет? Ну, желаем, чтобы ты съел, потому что масленица-то заканчивается. Сегодня закончится. Давай, отвечай на вопрос. Ответ Бальзо. Ответ правильный. Он знал. Да. Он знал. Это, наверное, авиамоделист потенциальный. Хорошо. Ты помнишь призы или тебе напомнить? Помню, помню. Книга. А какая? Никто много здесь. Да, у нас их много. Вы любую давайте. Что, мы посоветуем? Так, ну что, решите, ребята. Мне кажется, тебе подойдёт книга, что делать, если много советов интересных и иллюстрации смешные. Да, очень смешные. Ага, ну правда, книга забавная. Ты её получишь, да. Хорошо. Ну что, мы продолжаем потихонечку, да? Можем сразу запустить вопрос, потом продолжим беседу. Да? Кто, ребята, у вас ещё не спрашивал сегодня? Никто. Все уже? Соня. Ага. А я не знаю, что. А, тогда ладно, тогда Миша пошёл по второму кругу. Назовите самый первый в мире сверхзвуковой самолёт, пассажирский. Самый первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолёт. Сделай подсказку, это российский самолет или не российский самолет? А это нет, это уже я не скажу. Ох ты какой! Ох ты какой! Ну ладно, ребят, то есть пока подумайте, какой же самый первый самолет полетел быстрее скорости сбоку, да? Пассажирский именно. Не военный, а именно пассажирский. Да. Правильно, просто, да. Ну что, Николай Николаевич, продолжим. У вас моделька-то еще где-то вот есть такая забавная. Ну вот я начал о ней рассказывать. Изготавливаются крылья из пенокоса. А у него такая форма крыльев, она странная, такие... Это специально... Это руки вверх. ...загнутые края крыльев, это для устойчивости, чтобы она держала курс, как говорится, это самое, чтобы не рыскала, это самое. Ну, чтобы летела как можно дальше. Ну это вот как бы так вот, научно доказано, что такое форма крылья не помогли. Да, да, это просто уже, ну различные формы крыла бывают, бывают, допустим, одно В, так называемое, от центра загибаются крылья, бывает вот так. Это более современные, это вот двойное ВУшки. И, да, если вы внимательно смотрели на самолеты современные, у них краешки крыльев... А пропеллер у него из чего сделан здесь вот, он другой, не такой, как у вашего вертолета? Вот, это пропеллер здесь выполнен по схеме, это самое, как передача была, это очумелые ручки, там все из пластиковых... А, из пластиковых бутылок. Из пластиковой бутылки, совершенно верно. Вот пленочка используется, вырезается соответствующим образом. Но как-то форма-то ему специальная придается? А это уже по форме, бутылка сама форму дает, потому что она круглая и под определенным углом... Так что, ребята, пластиковые бутылки можно не выбрасывать. Шаблончик лопасти накладываешь под определенным углом, и вырезается, вводится, и вырезается ножницами. Николай Николаевич, снова пауза, у нас телефонный звончик. Кто-то хочет рассказать про первый сверхзвуковый самолет. Федя, допрашивай человека. Привет, как тебя зовут? Коля. В какой школе ты учишься? В Лавской гуманитарной гимназии. Сколько тебе лет? Девять. Часто слушаешь наше радио? Да, каждый воскресенье. Ну, давай, я слушаю твой ответ. Я считаю, первый пассажирский сверхзвуковой самолет это Ту-144. Правильно. Ответ правильный наш, российский Ту-144. Полетел на два месяца раньше, чем Конкорд. То есть она погнал Конкорд на два месяца, да? Так, тебе напомнить книги или ты помнишь? Напомнить. Так, у нас есть книга-энциклопедия Древний Рим, книга Мэйзи Чиченс, Приключения девочки-детектива, Секрет пролитых чернил, книга Щенок-эльфи или Я не хочу быть один, Большая книга для мальчиков. Ну, давайте Большую книгу для мальчиков. Выбор правильный. Выбор правильный. Николай, ты сам не занимаешься авиамоделизмом? Что? Ты сам не пробовал заниматься авиамоделизмом? Нет. Нет? А самолётики бумажные делаешь? Да. Они у тебя далеко летают? Ну, не очень. А самое смешное приземление куда было у твоих самолётов? Ну, иногда их просто в полёте ловит собака. О, а у тебя какая собака? Вельсторьер. Вот так вот. Ну что, хорошая забава для собаки. Ну, я думаю, вот такие Николай Николаевич модели в доме, где есть собака, запускать, наверное, не стоит. Это точно. А там много времени уходит, чтобы вот такую штуку сделать? По времени, ну, где-то, чтобы построить вот такой самолёт, это где-то времени нужно порядка двух-трёх часов. Часов, да? С вырезанием, со всем склеиванием. Это вот с самого-самого начала, да? Да, с самого начала. Когда ничего не приготовлено ещё. Шаблоны, это самое, на ноль, переносишь на пенопласт, вырезаешь, склеиваешь. Ну и подождать нужно, естественно. Когда просохнет? Когда просохнет всё, чтобы можно запускать. А вот эти вот шаблончики, они уже готовы, как бы у вас есть? То есть ребята по готовым шаблонам делают? Или свои изобретают? Они вначале, я их, допустим, даю, они начинают делать, которое уже гарантированно, испробовано, испытано. Затем, естественно, у ребят появляется желание сделать, а вот форму такую-то, форму другую, форму бабочки, форму другой какой-то. Они начинают фантазировать. Естественно, пробуют. Ну, там, естественно, навыки нужны определенные, чтобы... А какие соревнования вы проводите между ними? Ну, кроме того, чтобы дальше плюнет. У нас соревнования. Да вся жизнь у ребят всё из соревнований. Они же идти в школе, где-то кто выше подпрыгнет, кто дальше самое кинет, кто быстрее пробежит. Да, в конце концов, кто дальше плюнет, и кто у них соревнования проводит. Это, по-моему, самый классный турнир, а? Мне кажется, вам тоже надо в классах устроить. И, естественно, после как модели сделают, они, значит, между собой соревнуются уже. А вот у меня так. Начинают или там на дальность, или на продолжительность, или в цель, допустим, какую-то надо на площадку сидеть. То есть соревнований много бывает, да? Да, это, естественно, потребность организма уже. А высоту он на сколько метров? Вот такой вот, такой вот, да? Ну, это уже, как говорится, повезёт. Если ветерком подхватит, допустим, и его поднимает, это самое, он высоту приличную набирает. Тогда можешь сказать ему «до свидания», если он высоту наберёт. Николай Николаевич, огромное, огромное спасибо. Так что, ребята, те, кто нас слушают, и те, кто в студии, имейте в виду, есть прекрасный совершенно кружок, где можно научиться делать вот такие вот модели, которые, видели, как летают? Да. Гораздо интереснее, мне кажется, чем вот эта штуковина с шариком. Да. Ты делаешь ещё своими руками непосредственно. Самое-то главное. Отлично. Спасибо большое. Облака из неведомой страны К нам спешат и опять бегут куда-то Облака, белогрилые лошадки Облака Что вы мчитесь без оглядки? Не смотрите вы, пожалуйста, С высоко А по небу прокатите нас Облака Мы помчимся в заоблачную даль Не могаснущих звёзд на небосклоне К нам неслышно Опустится звезда И ромашкой останется в ладони Облака Белогрилые лошадки Мы продолжаем нашу программу Напомню, в эфире программа Открывашка Она про нас В Кирове и Нехе Москвы Вы можете смотреть всё, что происходит на студии Причём рекомендую Потому что у нас сейчас уже не студия А самый настоящий аэродром На нашем столе Я не знаю даже, как уместились совершенно такие Почти в натуральную величину Какие-то штуки И говорят, они летают То есть вы можете зайти на сайтах Акирова.ру Перейти по вкладке справа Камера в студии И видеть всё, что происходит на студии Кроме того, не забывайте Телефон нашей студии 211-101 Мы будем задавать вам вопросы И вы будете выигрывать И получать полезные подарки Тем временем у нас в студии Новый гость Новый гость Сергей Анатольевич Его зовут Да? Я правильно сказал? Сергей Анатольевич? Салютно правильно Сергей Анатольевич Это оригинальная общественная организация Федерации модельного спорта Кировской области Он руководитель Это точно Вот И поэтому продолжаем тему Про авиамоделирование Но вот мы сейчас видим Как изменились у нас на столе модели Помните? У нас были такие небольшие С резиномоторными двигателями Я правильно тоже называю? Как я запомнил? Все правильно Вот И которые в основном за счет того Что их воздух подхватывает Они куда-то летят А здесь уже Я даже не знаю Как бы сказать Ребята Вот расскажите про эту большую Расскажите про большую красную модель Расскажи, Федя Что ты видишь вот сейчас? Ну, это моё модель Она с двигателем внутреннего сгорания То есть То есть она уже на чем работает? Ну, как бы на бензине Либо на такой Идентичной жидкости То есть это уже как настоящий Ну да То есть совершенно настоящий самолет, да? Да И летает она намного больше И дольше Чем Электронный С электронным двигателем А ты вот так хорошо знаешь Тебя такой уже запускал когда-нибудь? Нет Я просто увлекаюсь немного всем таким Да? Да Радиоуправляемым А вот у него размах крыла сколько вот так на вскидку? Как думаешь? Ну, 80 Это 70 90 Метра полтора Не будем гадать Все модели соответствуют определенным спортивным требованиям Для каждого класса свои требования В этой модели размах крыла должен быть не меньше метр двадцати Больше может быть, но меньше нельзя И в этой модели где-то порядка метр тридцать Размах крыла Так, ладно Пока мы на этой модели все любуемся Давайте-ка мы запустим в эфир вопрос Чтобы наши слушатели не скучали Кто готов спросить? Федя? У тебя есть вопрос? Ну, не знаю Ну, допустим Ты пока еще не готов, да? Ну, тогда я воспользуюсь своим совершенно правом нагло И задам сам вопрос Вот давайте, вот, ребят Скажите, пожалуйста Кто был основателем высшего пилотажа? Кто российский пилот? Кто-то стал основателем как будто Школы высшего пилотажа? Нестеров Миш, а я не тебя спрашивал Я вообще слушателей спрашивал Я знаю, что ты знаешь Вот так вот был хороший вопрос То я его погубил Ну, ладно Тогда пока продолжим разговор с нашим гостем У вас вот уже, смотрите У вас вот уже модели такие серьезные Это уже именно спортивные такие вещи, да? Все модели, что здесь представлены Они, конечно, уже спортивные Мало того, как бы Представляя Федерацию Я должен сразу уточнить Что Федерация занимается в основном Спортивными моделями Она и создана для того, чтобы объединить всех спортсменов Авиамоделистов Кировской области Это ее основная цель, задача То есть с 2010 года мы очень плотно сотрудничаем Со спорткомитетом Кировской области Мы являемся юридическим лицом То есть у нас все документы все оформлены Для того, чтобы была возможность сотрудничать То есть как бы заниматься соцпартнером Соцпартнерством с самыми-самыми различными Общественными и прочими организациями А вот смотрите, вот Федерация так все серьезно Юридическое лицо А вот участники участвуют в работе Федерации Члены этой Федерации Это вот по возрасту какие люди? Членами Федерации могут быть лица старше 18 лет То есть наши уважаемые слушатели В большинстве своем Федерации вам пока рада Но есть куда стремиться Но тут есть нюанс Как правило Федерация это организация Которая подпитывается как раз вот юными талантами Которые воспитываются в детских учреждениях То есть я и сам воспитываю этих ребяток И занимаюсь параллельной Федерацией То есть это общественная работа Понятно, что без юных дарований И сама Федерация существовать не будет Поэтому взаимосвязь очень тесная И мы очень много проводим соревнований И для школьников А вот Сергей Анатольевич Вопрос такой Точнее не вопрос такой А предложение такое Вы спросите о чем-нибудь Тех, кто нас слушает Пусть пока они подумают над ответом Мы продолжим беседу Ну я могу спросить Конечно у меня вопросы более серьезные Уже чем у Николая Николаевича были Ну вот например Представлены здесь две модели На обеих стоят двигатели Извиняюсь На одной модели Винт со складывающимися лопастями На другой модели Винт не со складывающимися лопастями Отчего возникла эта необходимость Складывать лопасти Да То есть в принципе Вот это вот специально придумали Такую технику Чтобы лопасти складывались Для чего это нужно, да? Да В свое время винты все были не складывающиеся То есть вопрос Если я понял так звучит Для чего придумали складывающиеся лопасти Да Так, да? Хорошо Вот мы начали как раз про то Что делает федерация И кто в ней состоит А вот скажем Вот если до этого нам рассказывали Что там детей там учат Тому-то, то у вас есть какая-то обучающая программа Для тех, кто у вас участвует Чтобы вот люди как-то вот Ну вот не просто человек приходит Уже готовый специалист И умеет уже делать все это Или нет? Ну, хороший очень вопрос Конечно, определенный метод разработки у нас есть Но все-таки больше мы основываемся на том Что к нам приходят ребятки Которые уже определенные навыки прошли В своих школьных или технических кружках Где они занимаются И наша основная цель все-таки Организовать для них те мероприятия Которые в силе мы организовать То есть помимо того, что они делают модели Очень большую роль в их жизни играют соревновательная практика То есть мое очень четкое убеждение Что соревнования являются основным двигателем Основным, как сказать, стимулом для ребенка Чтобы участвовать в различных соревнованиях Чтобы он развивался и улучшал свои модели Да, стимулом для того, чтобы делать эту модель Потому что модели, как правило, спортивные Они уже делаются ни день, ни два И даже не месяц То есть некоторые модели можно Давайте вот конкретно Вот у нас вот такая модель Вот тоже ее описать надо Не просто там написано, что Калинин ФМС-840, там Арго-02 Но мне еще даже пилот Пилота тоже это специально сделали Давайте немножко про эту модель расскажем То есть это модель копия самолета Сверхлегкого летательного аппарата Который был сделан в КБ МАИ Студентами разработан и сделан То есть То есть такой самолет в реальности существует Да Поэтому она и называется модель копия С этой моделью мальчик Дима Пансилов У нас участвовал в первенстве России Среди юношей по этим моделям В городе Екатеринбурге В прошлом году занял четвертое место Сейчас он делает похожую модель Но большего размера Для того, чтобы Она тоже такая же радиоуправляемая То есть все как все обычно нет Нет, эта модель у нас кордовая Но тоже на двигателе внутреннего сгорания Молодец мальчик Хорошо разбирается в этом деле Вот Модель должна быть максимально четко Похожа на модель прототип Это тоже оценивается, да? Очень оценивается судьями Да Специальные оценки выставляются Собираются коллеги-судьи Выставляют оценки И вторая часть Это полет Собственно полет Реализм полета А еще вот извините Просто вот я вернусь У нас все-таки программа как идет И смотрю Что-то немножко так зависло у нас С ответами, да? Может мы сделаем небольшую подсказку Насчет складывающихся лопастей Такую Чтобы так направить правильно В правильную сторону мысли наших слушателей Для чего придумали складывающие лопасти? Федя, опусти пока руку Если никто лучше не ответит Тогда твое будет слово Не секрет, что часто модели На посадках не очень аккуратно Мне кажется достаточно Уже сказано Пусть думают дальше Хорошо, да? Вот уже и Соня, по-моему, готова ответить Я хочу напомнить телефон 211 211 Правильно совершенно, да Ты думаешь, что они все-таки Не из-за сложного вопроса молчат Из-за того, что номер телефона забыли? Все возможно Всякое бывает, да? Ладно, извините, я просто перебил Но что бы просто они там думали Когда говорить, надо же Ну, продолжим про эту модель Да, про эту модель Она очень такая красивая Потому что, я говорю, жалко Если было телевидение Показать прямо, что это правда Очень здорово сделано Во время полета эта модель Работает газом И пилот может помахать ручкой судьям То есть он подвижный? Он еще и двигается? Да, только надо подсоединить Определенные команды Потому что модель управляется С помощью ручки управления Но тут мы не можем В силу тесноты Развернуть всю эту ручку Но она опять же Управляется с земли, получается, да? Пилотом с земли, конечно Ага, ясно все Пилот летит Управляет во время полета Этой моделью И совершает Представьте, вот два таких самолета летят И пилоты друг другу ручками машут Привет, привет Мало того, он может бросить листовки Если ему зарядить в руку То есть он поднимает и выбрасывает листовки То есть то, что делается Делалось с этим самолетом В настоящей жизни Берите листовки Берите листовки, разбрасывайте У нас по-прежнему на ваш сложный вопрос Звонков пока нет Ну что, дадим шанс Феде Федя, ты знаешь, зачем делают складывающиеся лопасти? Если я правильно понял То при немного немягкой посадке Можно лопасти жестоко обломать И чтобы такого не случилось Возможно При как-то их можно сложить То есть это Перед посадкой, то есть, да? Да, если видно, что негладко идет Совершенно верно То есть при остановке двигателя Лопасти воздушным потоком складываются Именно для того, чтобы было как можно меньше поломок Потому что На современных моделях Очень тонкая настройка двигателя Очень тонкая настройка и подборка винтов И если их часто ломать То каждый раз приходится перенастраивать свой двигатель Ну что, ответ правильный признаем Да Признаем ответ правильный Федя, я думаю, ты выберешь себе приз Так, без особого обсуждения Ты их все видишь У тебя случайно не возник свой вопрос? Вот мы как-то думали об этом Нет, пока не придумался? Ну что ж, мне тогда и спрашивают Но вопрос самый простой Хотя, да, я могу взять вопрос Допустим, вдруг это чисто как исключение Чем лучше управлять самолет вот такой Как бы пультом управления пистолетного типа Или вот как обычный, да Который на всех самолетах Так, по-моему, вопрос у нас все сложнее и сложнее Я, например, бы просто на него не ответил Так, вы пока тоже не отвечайте Да? Мы спрашиваем наших слушателей, да? Да Я правильно понял Вот это будет сложная штука Но я думаю, стоит немножко подсказать все-таки Хотя бы расскажи, чем они немножко отличаются Ну, как сказать, в основном в таком вот типе Там больше возможно настроек Обычный такой, да? Да Как почти у всех вот игрушек, которыми вот играют Да, вот это вот с ручками Да В нем, возможно, больше настроек Как бы управления пистолетного типа Там настроек меньше И как бы самолет должен быть маневреннее намного Или автомобиль Понятно То есть вот эти два разных вида управления И вопрос стоит так Какой лучше, да, из них? Да И какой удобней? Удобней для того, кто запускает, да? И какой чаще использует? А какой чаще? Ну, соответственно, если он удобнее, так он и более популярен, да? Хорошо К сожалению, вот с вами пришел молодой человек Мне его не представили Не знаю даже, как его назвать Как его зовут? Со мной пришел мой ученик Миша Валикжанин Миша, добрый день К сожалению, он пока у нас не в микрофон Мы попросим поближе подвинуться просто Двигайтесь, двигайтесь Не переживайте спокойно Михаил Ага Вот та модель, которая у нас с вами, это вы сделали? Ну, вот эту не я сделаю А какая из них ваша? Вот это моя Ого Она ведь больше вас Ну, это для соревнований Для соревнований, да Вот сколько у вас ушло времени, чтобы вот такую штуковину красивую еще сделать? Ну, точно не знаю Ну, примерно День, два, неделя, месяц Где-то пять месяцев где-то делал Полгода почти Да Полгода почти А вот это тут же уйма всяких проводочков, моторчиков, материалов там Ну, да Крупчиков, это же все Из чего? Вот это вот из бальзы, покрыто стекловолокном Это вот, про которое дерево самое легкое мы сегодня говорили, да? Ясно А корпус сам сделан из нее? Ну, вот бальзы, да Потом покрашена Это пленка модельная, Аракал называется Пленка модельная, да Сейчас уже рекламный бизнес, весь на этой пленке работает Она уже совсем модельная Она уже везде Так, что еще здесь у нас есть? Я хотела задать вопрос Михаилу А что тебя подтолкнуло на то, чтобы вот делать вот такие большие модели? Соревнования Ну, вот просто захотелось, да? Ну, ты, наверное, не с самых больших начинал сразу-то? Нет Тут первые-то модели у тебя какие были? Да там их много было Ну, из чего первые ты делал? Вот самый твой первый самолет какой был? Ну, кроме бумажного, конечно Из бумаги Ну, вот после того, как ты запустил первый бумажный самолетик Вот такие вот ты делал, вот, клеенные? Да, конечно Ага А вот знаешь еще, там всякие пластмассовые бывают варианты такие готовые, их можно собрать и запустить С резиновым моторчиком Пробовал такие? Нет, у меня был только пенопласт покупной Вот, а потом ты уже сам стал делать? Да Вот, ну Ну, и до этого тоже сам делал А ты долго вообще этим занимаешься уже? Ну, так, садика где-то А тебе сейчас сколько лет? 14 То есть уже, можно сказать, лет 10? Ну, 9-10 Так он у вас опытный ученик тоже? Очень Вот, а в соревнованиях часто участвуешь? Да, каждый сезон Каждый сезон и какие успехи? Ну, так, нормально Призы есть? Да Ну, расскажи какой-нибудь, где тебе удалось? Да, там много за сезон соревнований Много, да? Много Ну, какой-нибудь приз расскажи, где ты там А, ну, последний, это был другой класс, называется «Самолютки» Там очень много, ну, самолеты весят очень мало Ну, вот там я занял второе место А это соревнования какие были? Областные, городские, российские, международные? Областные, то есть область, это серьезные соревнования А «Малютки» они намного меньше вот этого? Ну, вот они где-то вот такие Ну, вот это вот где-то вот такие, это у нас сколько сантиметров? Чтобы по радио-то объяснить, что они где-то вот такие Вот, где-то такие Вот Миша показывает самолет Побольше этого, поменьше? Ну, примерно такой Примерно такой, вот Миша, это класс «Самолютки» оказывается Ну, у меня и побольше есть, и поменьше гораздо Так, я напоминаю вопрос, который у нас звучит, и пока еще не отвечим Можно вопрос поправить? Он задан некорректно Задай корректно Пистолетного типа аппаратура, она не для самолетов Ну, да Там можно управлять только право-влево и газ А тут надо управлять элеронами высоты и поворачивать право-влево Вот еще Так у тебя еще все там шевелится? Вот здесь, да Так, все как у настоящего, то есть, да? В этом был главный подвох Ага То есть, после этого подвоха уже должны очень легко на этот вопрос ответить, да? Мы все равно не подсказываем, пока пусть Нам уже объяснили, для чего нужен пистолетный тип, для чего нужен этот вот Вот Вопрос, на самом деле, сложный, да? Для человека, который не занимается авиомоделизмом Для того, кто не занимается авиомоделизмом, да? Вот, например, для меня был он сложный был Потому что я вот, кроме вот этих штучек, в руках у своего сына ничего больше не видал Ну, можно просто даже посмотреть А давайте вот спросим, ответ дать у нашего гостя, у нашего специалиста Пусть он ответит про эти два способа Про эти два пульта Начал уточнять, Михаил, у нас про пульты Какая у них конструктивная особенность Все правильно На самом деле, летчики применяют больше обычной компоновки пульт Мало того, много спортсменов, которые применяют еще подставку для того, чтобы пульт поставить То есть, не в руках держат, да? Да, потому что во время пилотирования сложных моделей приходится до 8 рулевых машинок То есть, до 8 команд контролировать Особенно в моделях, которые летают в залах То есть, тут и скорость другая, и, в принципе, полеты немножечко другие Объем ограничен Надо очень-очень аккуратно пилотировать, чтобы не заехать в потолок, в стены Вот вы говорите про такие вот, как здесь вот, про такие пульты, да? А пистолет тогда зачем тип? Зачем он для чего? А пистолет, ну, он для автомоделистов То есть, где нет таких вот этих восьми вот движущих штучек всяких разных, да? А чем отличаются у нас летчик от автомобилиста? Понятно, понятно Степени свободные разные Степени свободные больше, да, у самолетов практически все шесть, да? Ну, там сложно Он только назад лететь не может Там очень сложно Особенно у вертолетов, так там вообще, я говорю, до 8 рулевых машинок То есть, надо быть очень большим фактором Я вас на секунду перебью, просто я думаю, чтобы все-таки опять не заскучал народ Я сейчас задам самый-самый простой вопрос Ребята, меня не прибывайте со своими сложными Я понимаю, что вы все умные умнее меня Ну, надо, чтобы игра шла, да? А вот давайте вспомним, кто считается основоположником авиации в России Да? Это мы даже, по-моему, те, кто не интересуются авиацией, просто учат в школе Вот этот вопрос задал я, вы пока готовьтесь на нее ответить А мы продолжим нашу беседу Насчет вот этих самых здоровенных, здоровенных моделей Ну ведь, смотрите Вот Миша делал ее сколько? Полгода? Полгода, да? Меньше Ну, 5 месяцев, да? И вот смотри Вот ты ее запустил, да? И вот, как говорят, иногда бывают случаи, что посадка бывает не очень мягкой Я еще не запускал Нет, ну, ты уже не первый раз запускаешь, ты уже много уже участвуешь Бывают же случаи, что твоя модель, скажем так, не очень мягко приземлилась Да, бывает И ей что, ей конец приходит? Нет, она просто где-нибудь надламывается Ну так это же надо Потом мы приходим в кружок и ее чиним А, чинить-то ведь это практически, вот если она сильно упадет, так ведь это уже очень долго Ну, наверное, не дольше, чем новую делать Так вот, я и говорю, что у вас сразу несколько моделей есть своих, с которыми вы можете летать? Или потом одна сломалась и все, вы, как это, списанный на берег моряк? Ну, нет Когда у нас много людей, мы просто Ну, вот у одного модели осталось, не сломалось Мы как бы делим ее То есть, как бы Во время соревнований Понятно, то есть, можно как бы не на своей летать уже, да? А вообще, вот, давайте вернемся к Сергею Анатольевичу Сергей Анатольевич, у вас же, как бы, там своя модель, у вас целая федерация Вот, и вообще, вот, у нас много людей этим занимаются, вот, именно спортивным таким вот авиамоделированием? Сказать, что это очень популярный вид спорта, все-таки не скажешь Ну, это же десятки, сотни человек Ну, я думаю, сотня-то будет Особенно, ну, если взять еще и районы Вот, ну, это я имею в виду только Кировскую область Ну, тут я могу рассказать вам одну историю То есть, в прошлом году в Москве был, на аэродроме Жуковском был произведен рекордный запуск модели Одновременно в воздухе находилось 274 модели 274? Да, то есть, использовали всю площадь аэродрома Были судьи, которые фиксировали рекорд для книги рекордов Гиннеса И одновременно в полете находилось 274 модели Это представить даже себе трудно У нас телефонный звонок, кто-то ответил на мой простой вопрос Так, кто будет с ним говорить? Соня, ты уже два раза говорила, Миша Привет Здравствуйте Как тебя зовут? Савелий Сколько тебе лет? Девять Где ты учишься? В 10-й школе На какие оценки ты учишься? На четверки На четверки? И четверки? Да Молодец Ну что, каков твой правильный ответ? Котельников Котельников Ну, не знаю Братья Райт Ну, братья Райт, это как бы вообще считаются в мире основоположниками Котельников, мне кажется, не совсем основоположник как бы российского воздухоплавания Но мне кажется, надо принять ответ Ну, мне кажется, да Сколько книг всяких? Корабли и мореплавники Мореплавники? Нет Да Все правильно? Есть такая книжка? Вот она Ты ее получишь Ну что, нас потихоньку программа подходит к концу Осталось совсем немного времени Я бы хотел, Сергей Анатольевич, спросить Вот, а вот Если вот дети, да, заинтересовались вот этим Ну, я бы, честно говоря, будь ребенок Я бы сейчас просто в восторг пришел от этих моделей Вот как им, что им нужно делать, чтобы оказаться в рядах вашей федерации Что им нужно, куда им нужно пойти для этого, с чего им нужно начать В городе Кирове существует по крайней мере пять детских учреждений технического творчества Которые можно, думаю, в сентябре, осенью записаться к своему руководителю И заниматься этим видом творчества То есть для этого он просто вот в этих вот, где вот есть дома детского творчества, да? Да То есть узнать, есть ли там кружки, связанные с авиамиделизмом И начать надо оттуда, да? Прийти, и там уже чему-то тебя научат Чтобы потом, вот как Михаил делает такие, конечно, самолеты Я не знаю просто это сколько надо Но он 10 лет почти уже делает Ну, Михаил, это, конечно, уникальный товарищ Во-первых, у него хватило терпения эти 10 лет заниматься Ну, не 10, чуть поменьше Вот, а во-вторых, у него еще очень большой впереди потенциал То есть он только начинает выезжать на всероссийские соревнования Уже, смотрите, успешно уже и на области, и все Кстати, вот еще вот хочу напомнить, что вот для тех, кто хочет на сайте заниматься Я просто вам скажу адрес, например, такое место, где проходит занятие Это улица Фискультурников 9 в районе Автолюбителя, пожалуйста Если кто-то там живет, кому-то удобно, вы можете пойти туда Вот просто сходу вспомнилось, да? Ну что, на этом мы, наверное, нашу встречу завершим Спасибо нашим ведущим Всем троим вы сегодня... Правда, не все задавали вопросы, но вы в следующий раз исправите Спасибо нашим гостям За вот эти вот прекрасные самолеты, на которые просто, чтобы посмотреть, уже стоило сюда прийти Спасибо всем нам слушателям Слушайте нас снова в следующее воскресенье До свидания Значит, до свидания До свидания Детская познавательная программа «Открывашка»